Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать, сейчас скоро ко мне должен приехать курьер, привезти мой заказ ламода. В общем, не оставляет меня тема клетчатых брюк, девочки вообще никак не оставляют. И я еще по очень-очень хорошей скидке заказала себе одну вещицу, которую я уже как-то заказывала, мерила. Но были у меня кое-какие сомнения, с чем сочетать и так далее. И я нашла с чем сочетать, с клетчатыми брюками. В общем, как приедет, я все померю, надеюсь, мне подойдет и вам все покажу. А сейчас я хочу показать книги, которые я прочитала и которые я начала читать, скажем так. Меня бросите иногда делиться, показывать, что я читаю. Но я не читаю никакую такую литературу, знаете, по психологии и тому подобное. Я не знаю, мне неинтересно почему-то. Почему-то неинтересно, не знаю. А читаю такие всякие детективы, книжки, загадки про любовь иногда могу. Ну, такое все, знаете, чтобы голова отдыхала, скажем так, когда читаю. Вот я читаю, я крайне медленно об этом говорила. Во-первых, потому что бывают такие книги, знаете, попадаются, которые как бы ты читаешь, но вроде как бы интересно. Ну, какая там муть. Вот я бы так это назвала. Вот у меня были вот такая книжка, как раз я вам сейчас ее покажу. Ну и плюс возможности такой, чтобы вот сесть и полмня читать, у меня нет. Ну, то есть дом, дети, огородик и так далее. Поэтому да. В общем, давайте покажу. Конечно, тут мой принц, мне помогает, да. Ты у меня сладкий кот, ты у меня красавчик. Красавчик такой у меня, обалденный, да. Обалденный такой красавчик. Еще говорили, что у него глазки грязные. Но это у него не болезнь, это у него, видите, такая, ну, то есть носик не вытянутый. Вот он сейчас как раз так повернулся хорошо. Из-за этого у него скапливается там грязь, и просто иногда он сам моет. Иногда просто я убираю, ну, ватным диском с водичкой, и все, да. И он красавчик снова, да. Красавчик, он не любит это дело, сразу скажу. Просто он красавчик, все, да. Ты сладкий мой кот, сладостность мою, да. Ты такой хороший, ты такой сладкий, рыжий. Наглый рыжий коту, это правда. Так, ну и книги, которые я, я их брала в библиотеке. У нас сейчас библиотека, я и так не поняла, закрыта она у нас в итоге или открыта. Но, в общем, прийти и выбрать книги нет возможности. Но я разбирала свою библиотеку, да, домашнюю. И я думаю, что я просто поеду с дам. Надо будет позвонить в библиотеку, как они вообще открылись или нет. Потому что все это время они были закрыты. И, в общем, да. Вот, книжка, которая вот, я вам говорила, что вроде как интересная, но муть жуткая. Вот это вот эта книга. Такая многообещающая обложка. Тайны алхимии могут стоить жизни. Библиотека географа. Ну просто вот должно быть что-то нереально интересное. Нет, просто муть редкостная просто. Но что могу сказать? Было интересно, чем закончится. Ну, где-то уже, когда прочитала больше половины, уже поняла вообще, чем все это дело закончится. И вообще стало неинтересно. Но я ее дочитала, добила, так сказать. Больше читать не буду. Вообще, ну, как бы, вообще не советую. Нет. Вот. Поэтому, ну, такое, ну, такое, да. Не понравилось вообще. Вот эта книжечка. Ну, такой детектив там про старинные украшения. Ну, тоже так. Ну, так. Не особо интересно. Вот. О приключениях детектива-любителя. Ну, так себе. Ну, как-то тоже прочитала. Даже вот как бы, как бы, да. А вот эта книга мне понравилась очень, девочки. Вообще. Это вот все то, что я люблю. Действительно, книга-загадка, книга-бестселлер. Про бриллианты Индии. Про их, скажем так, магическую часть. Да, про... Ну, в общем, интересно. Мне очень понравилось. Прям вообще на одном дыхании прочитала. Достаточно быстро. Ну, по сравнению с этими остальными книгами. Ну, прям вообще очень понравилось, кстати, да. Вот эта книжечка. Если бы еще здесь было что-то про любовь, знаете, сплетение там, вот это, индийские тайны, индийских бриллиантов, еще какая-то к этому любовь. Там была бы вообще, было бы круто просто убийство. То есть, ну, вот все. Вот прям люблю такое читать. Честно признаюсь. Вот. Вот это вот советую вам читать. Вот так автор. Вот. И вот так вот называется «Девятый камень». Вот. Очень. Ну, прямо интересно. Мне понравилось. С удовольствием прочитала. Вот. А сейчас я буду читать это уже из своей домашней библиотеки. Я уже тут немножко начала читать. Совсем чуть-чуть вчера вечером. «Две Дианы» Александра Дюма. И никогда не читала, кстати, вообще никогда не читала ее, эту книгу. Но, да, думаю, что будет интересно. Дюма вообще интересные книги. На мой взгляд, по крайней мере. Так что буду читать. Классика. Да. Ну, что, девочки. Приехал мой курьер. Я все перемирила. И очень счастлива, что мне подошло все то, что я хотела. Я заказала себе вот такой. Это вообще называется плащ, девочки. Значит, изначально его цена была 4200 или 4500. Что-то в этом духе. Я его первый раз увидела, он стоил что-то, была небольшая на него скидочка. В районе 4000 он стоил. И потом, когда я его как-то заказывала, на него была скидка, и он стоил 2700. Я, ну, как-то засомневалась, потому что я не люблю вообще черную верхнюю одежду. Поэтому я подумала, что, ну, как-то, не знаю, думаю, с чем я буду одевать. Как-то, знаете, так, ну, 2700 еще. Думаю, ну, ладно. Но при этом оставила его в избранном. И тут увидела, что на него скидка, и обошелся он мне в тысячу с копеечкой. Я подпишу здесь цену. Я думаю, ну, это просто, это судьба вообще. Есть мой размер. Огромнейшая скидка. Думаю, ну, надо брать. Мне очень понравилось еще с первого раза качество этого плаща. Девочки, это сделано под, как сказать, под замшу, да, такой, ну, очень такое мероприятие. Мягенькое, очень качественно сделано. Мне безумно понравилось. Есть точно такое же, оно в таком горчичном цвете. Но горчичный цвет я не особо люблю, поэтому, да. Значит, это плащ. Сейчас я вам покажу. Only. Вот я взяла 36 размер. Это 42, да, насколько я понимаю. В общем, он классный, девочки. Он просто классный. Классно сделано. Классно все прошито. Внутри нет никакой подкладки. Но это такой, знаете, на слегка прохладную погоду такой накинуть. Вот не знаю, у кого как, конечно, погода. Но у нас это и август, и сентябрь можно в таком ходить. В общем, классно. Я вам сейчас примерю, его покажу. Ну, и к нему, так как я не знала, с чем сочетать, я взяла вот такую кофточку. Ну, беленькие кофточки. Они у меня вообще всегда, всегда должны быть. Бадлончики какие-то и так далее. Просто вот такую обычную. Это вот марка Concert Club. Я взяла размер М специально, чтобы, ну, чтобы было посвободней. Вот. И здесь идет вот такой вырез. И в этом вырезу вставлены такие, как косточки. Очень хорошо смотрится, симпатично, с длинным рукавчиком. Он такой не сильно длинный, не сильно короткий. Вискоза 95 и 5% холостан. Мягенький, приятный очень к телу. И взяла вот такие брюки. Вот эта марка де-факто. Я так понимаю, что это турецкая марка, да. Вот я взяла 38 размер, взяла чуть побольше. На самом деле они, мне кажется, идут размер в размер. Обычно я беру 42, но 42 очень обтянул мне область бедер, да. А я хотела, чтобы, ну, не сильно была в обтяжку. Поэтому взяла побольше. Не знаю, может быть, даже это маломерка. Не знаю, мне понравилось в этих брюках то, что сзади идет вот такая резинка, девочки. Это так удобно. То есть не надо никакие брать, как сказать, здесь вот кармашки-обманки, кстати, сзади. Вот, а здесь карманы, кармашки нормальные. То есть не надо никакой ремень сюда придумывать, ничего, ничего не будет сползать. Мне это очень понравилось. Они на мне достаточно длинненькие, хотя на модели более короткие. Тоже с хорошей скидкой взяла. Качество просто потрясающее. Девочки очень такие мягенькие, тепленькие. То есть это не хлопок, это как... Ну, такие достаточно плотненькие. То есть на жару будет жарко в них. Вот, сделано в Турции. А состав у них вот. 2% эластана, 34% вискоза, 64% полиэстера. Очень классно, девочки. Я вам сейчас все примерю. Я собираюсь вот так вот все вместе это и носить. И это просто классно. Сейчас примерю, вам покажу. Ну что, девочки, вот так вот это все дело выглядит. Мне безумно нравится. Я прям балдею, честное слово. Ну, может быть, сережки сюда какие-нибудь другие. Хотя с этим мне тоже нравится. С черной сумкой планирую вот с этой носить. Но у меня еще есть такая маленькая черная сумочка. Тоже сюда хорошо подойдет. Все, пока сюда подставлю. Вот. И вот этот плащ. Боже мой, какой он классный, девочки. Он такой мягкий, приятный, сделанный под замшу. Вот так я его завязала сейчас. Ну, просто классный. Мне очень нравится такой образ, девочки. Я вообще прям балдею. И вот эти вот брючки. Видите, они мне немножечко так вот свободно сидят здесь. Они вообще, по идее, должны быть в обтяжку, насколько я поняла. Но мне это не особо понравилось. Мне больше понравилось, как сидят вот именно на размер побольше брючки. И вот такая длина. На модели, мне кажется, они покороче выглядят. Ну, насколько вот я помню. У меня рост метр шестьдесят пять. Вообще мне нужна обувь. Честно признаюсь, мне нужна обувь. Но я все, видите, куда-то не туда. Вот у меня есть вот такие. Это туфли, по-моему. Это, по-моему, тоже я покупала на Ла Моде. Это туфли Пьер Карден. Да, и они такие замшевые. По-моему, из натуральной замши, если я не ошибаюсь. Вот, да, они из натуральной замши вот такие. Ну, сюда они тоже хорошо подойдут. Но я хотела более такой закрытой обувь. Не знаю, почему-то мне хочется в этом году. Но так тоже отлично. Вот эта кофточка. Классно. Вот этот вырез, девочки, очень классно смотрится. Смотрите, ну, прям огонь вообще. И брючки, и вот так вот все вместе. Ну, это же вообще вот так все вместе смотрится. Ну, прям потрясающе. Я не люблю вообще черную одежду, вот такую верхнюю. Но вот так вот смотрится, мне кажется, просто супер. И вот просто сняла вот эта кофточка. Видите, рукав очень хорошо. Это мой плащ там валяется. Вот. Брючки сидят, на мой взгляд, очень хорошо. То есть они такие, не в облипку, а вот прям то, что мне нужно было. Честное слово. Вот. И кофточка, но она такая неудлиненная. Ну, для меня это такая базовая кофта. Подо что-то одеть. Очень приятно все это дело к телу. У меня еще бирки надо отрезать. Отрезать, все отгладить. Вот. Но мне очень нравится. Такая. Такая прям деловая женщина. Ой, девочки. Я вам ссылочки внизу оставлю в инфобоксе. Вообще отслеживайте. Очень хорошие скидки. Я вот, например, как, да, то есть я добавила в избранное, и мне пришло оповещение о том, что, ну, правда, оповещение у вас ламуда вот достанет, честно. Иногда хочется от них отписаться совсем. Ну, вот, то есть добавила в избранное, он мне прислал оповещение, что пришла, что, типа, появилась скидка в вашем избранном. Ну, у меня в избранном много чего. Вот. Но таким образом, кстати, ловлю все скидки. Мне что-то понравилось. Смотрю, что полная цена. Добавляю в избранное, потом ко мне приходит оповещение, и все классно. Ну, я прям балдею от этих брюк. Девочки, они мне очень нравятся. Класс. Сейчас начала готовить ужин, девочки, и мой младший сыночек принес мне красную смородину. Собрал сам, чтобы мама сварила компот. Очень он, кстати, любит у меня красную смородину. Обожает. Это его любимые ягоды. Вот. Насобирал тут мне две мисочки, чтобы мама сварила ему компот. Хотя ему больше нравится вишневый компот. Вот. Но решила, видимо, на этот раз с этими ягодками. Так что сейчас сварю ему, конечно же, компотик. Ну, добавлю еще что-нибудь. Вот. Еще вам хочу показать. В предыдущем видео я показывала Махеев маринад для шашлыка. В этот раз я хочу вам показать такой же. У меня есть маринад, только для курицы. Он вот такой горчичный. Я его использую тоже для мяса. Видите, он подходит на огне барбекю в духовке для приготовления курочки. Но он обалденно подходит для запекания в духовке мяса. Он такой горчичный, немножечко с уксусом. Также я мариную где-то 30-40 минут, ну, может быть, даже иногда часик. И получается обалденно вкусное мясо. Я немножко добавляю соль. И я не очень много маринада. То есть я вот так вот обмазываю. Видите, он горчичный. И вот такие еще есть маринады. Это у меня муж покупал в ленте. Предыдущий раз я вам именно для шашлыка показывала. Обалденные маринады. Вот многие мне тоже написали, что тоже нравится. Покупали. И вот такой горчичный для курицы я использую для мяса. Ну, а пока у меня приготовляется в духовке мясо, я решила пожарить перцы. Нашла рецепт в интернете. Просто перчик нужно посолить, поперчить. Я еще добавила специи у меня вот такие. Здесь у меня специи для мяса, по-моему. Черный перчик. И добавила немножечко. Тоже сайхерб заказывала. Вот такого порошка. Что это? Чеснок, да? Соль добавила. И нужно обжарить на сковородке. Потом выдавить чесночок. Зелень положить. И как бы все. Вот такая вот закусочка у нас получается. Просто. Вот видите, я выдавила здесь чеснок. Просто вкусно. И вот так вот, да? Немножко добавила зелени. Здесь у меня петрушка и укроп. Все это нужно хорошенечко перемешать и выложить на тарелочку. Но я бы на самом деле эти перцы чем-нибудь бы нафаршировала. То есть я бы смешала бы чесночок с, знаете, с сыром, может быть, с сыром и свечной. Что-то такое. Вот так вот, кстати, красиво это все дело получается, да? И положила бы в каждую вот эту лодочку что-то вот такое нафаршировано. Может быть, с яичком и чесноком, да? Как-то вот, ну что-то такое, вот какую-то начинку бы придумала. Потому что, получается, ну вот что-то не хватает. Очень вкусно, кстати, получается этот перец. Он такой обжаренный, мягенький. Чеснок придает такой обалденный аромат. Моему мужу очень понравилось. Ну все, что с чесноком. Моему мужу все очень нравится. Но я бы, вот в следующий раз, когда буду готовить, я обязательно сделаю какую-то начинку. Вот мне почему-то кажется, что с сыром, с чесноком, с зеленью, может быть, туда майонезика или сметанки, да, чтобы полегче было, скажем так. Вот обязательно добавлю. То есть именно сделать такую начинку и такую вкусную закуску. Сейчас перец, он уже недорогой, поэтому, мне кажется, как вариант вам тоже вот предлагаю такое, вот. Ну и на ужин я еще сегодня приготовила картофельное пюре. Мои мужчины будут есть. И еще приготовила обычный овощной салат. Зеленью, которая у меня растет в огороде. То есть кроме помидора и огурцов, к сожалению, вот. Но я думаю на эту тему. И добавила сюда еще два вареных яичка. Они у меня оставались с завтрака. Ну, я думаю, что они просто лежат. Добавила, заправила маслицем, соль и все. Вот такой вот отлично у нас сегодня будет ужин. Сейчас у меня подойдет мясо. Я вам покажу, какое оно получается. Я его вначале закрываю фольгой при температуре 180 градусов. Выпекаю почти полтора часа. У меня достаточно такой большой кусок здесь. Ну, как бы такой, да. Вот, поэтому полтора часа. И где-то час у меня в фольге. Потом я раскрываю, чтобы, ну, немножечко сверху он подрумянился. Получается безумно вкусное мясо вот с этим маринадом, девочки. Запеченное, но оно такое прям остренькое. Я немножко солю, да, я говорила уже. Вот, такое остренькое. И при этом внутри мясо такое нежное, нежное. Вообще обалденное просто. Ну, и на сегодня, девочки, я буду с вами прощаться. Сейчас пойду читать свою книжку Дюма, две Дианы. Дальше. Очень интересно. Ссылочки все оставлю вам внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю. Целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok